В центре выставочного зала посетители встречают огромный скелет арбозавра, родственника тираннозавра. Шестиметровый гигант своим устрашающим видом сразу привлекает внимание всех гостей музея. И как выясняется, в ходе экскурсии не напрасно. Он хранит множество интересных науки фактов и вызвал немало споров среди палеонтологов всего мира. До 96-го года их ставили на задние лапы, то есть как современных кенгуру. Считалось, что они передвигаются именно так. В Москве, в Пине, в Палеонтологическом институте, до сих пор они стоят именно так, то есть опираясь на хвост и на задних лапах. Провинциальный ученый в 96-м году поставил его на задние лапы, вот так вот, и под наклоном. Он подумал, что так, во-первых, будет правильно, потому что у него облегченный череп и очень массивный хвост. Впоследствии эта версия была доказана и австрийскими, и канадскими учеными-палеонтологами. Более того, оказывается, эти животные были еще и далеко не глупыми существами. Перехитрить свою добычу им не составляло никакого труда. В Монголии было найдено такие доказательства, что эти животные были оперены. Также последние исследования доказали, что у них хоть и был маленький мозг в черепе, то есть там величина не больше грецкого ореха, как считается, а на самом деле чуть побольше, у них основной мозг был в спине, то есть там очень такая большая полость для спинного мозга, и животное было далеко не глупое. Скелет драмозавра не сразу обращает на себя внимание, но значение его в науке, как оказалось, огромное. Скелет этого древнего животного был найден в 90-х годах, и эта находка совершила революцию в палеонтологии, доказав, что теплокровные животные появились на Земле гораздо раньше, чем было принято считать. Возраст экспоната, вернее, точной его копии – 260 миллионов лет. Мне понравились скелеты всяких животных, то, что они так хорошо сохранились, то, что мы увидели, узнали, то, что было давно уже. Особенно мне понравились такие вот статуэтки у головы динозавров. Мне понравился динозавр, который был очень большой. Нам сказали, что у него была длина 6 метров. На выставке представлено более 50 экспонатов, найденных в разных уголках земного шара. И каждый бесспорно заслуживает особого внимания. Более того, юных гостей выставки в завершении экскурсии ждет сюрприз. Дети могут попробовать себя в роли палеонтолога и постараться найти скелет утконосого динозавра. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, События Брянск.